Новый 3-й А микрорайон на карте города находится в границах объездной автомобильной дороги, улицы Геологов и 3-го микрорайона. Эта территория площадью с футбольное поле в Белоярском никогда не была занята жилой застройкой. Раньше здесь располагались металлические гаражи. Сейчас эта территория одна из самых перспективных и интересных по развитию жилой среды. На данной территории у нас предусматривается два блока строительства жилья. Это по три многоквартирных жилых дома с каждой стороны из микрорайонов. В центре микрорайона будет создано ядро. Это будет так называемый наш наносад на 220 мест с возможностью трансформации дошкольного образовательного учреждения на 75 мест, которые будут являться местом притяжения этого микрорайона. И будут еще дополнительно два объекта социальной инфраструктуры. То есть это магазин и возможно там дом быта, либо перепрофилированный какой-то объект. Также основная цель этого проекта была направлена именно на создание комфортных условий на территории микрорайона. То есть это полностью обеспечение граждан, проживающих на данной территории, всеми благами. Так называется, вкратце об этом говорить. Что входит в их состав? Это и парковки, это и детские игровые зоны, это спортивные зоны. То есть, если совсем просто объяснить, то территория жилого сектора будет обеспечена максимально эффективными площадками, зонами для комфортного проживания населения на этой территории. Именно этот проект стал лучшим в Югре в своей категории в окружном конкурсе «Современная модель развития жилищного строительства муниципального образования». Но это не только престижная награда и оценка работы властей Беларского района. Победа – это еще и грантовая поддержка. В результаты нашей, будем говорить, командной победы нам будет перечислен грант, который будет именно использоваться для реализации этого проекта, то есть для застройки этой территории. Грант третьей степени завоевал проект, который на окружном конкурсе представлял начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Беларского района Алексей Орлов. В конце прошлого года, в начале этого года, с подачи главы Беларского района Маненкова Сергея Петровича, управлением ЖКХ был подготовлен порядок обмена жилья, который расположен в аварийных домах и домах с высокой степенью износа, на многоквартирные дома, которые пригодны для проживания и приобретены в рамках переселения, в рамках обеспечения комфортным жилем жителей Беларского района. На основании этого порядка конкурсу по внедрению современных методов развития жилищного строительства нами был подготовлен проект, который был представлен на защиту в правительстве округа. Этот порядок позволяет наиболее эффективно решать проблему переселения в планово-предупредительном режиме. Правительстве Югры высоко оценили опыт Беларского района, тем более у программы есть эффективность. Отмечу, что в рамках указанного порядка уже 27 семей изъявило желание воспользоваться. Управление ЖКХ по этому вопросу проводит консультацию. Хочу отметить, что правительство округа поддержало этот проект, оценило этот проект. Ну, результатом стало место на окружном конкурсе. В итоге Беларский район получит 34 миллиона рублей на реализацию проектов победителей окружного конкурса.